В 1931 году немецкий естествоиспытатель Адольф Бутенант обнаружил удивительный факт. Если двух гусениц шелкопряда, самца и самку, поместить по краям пшеничного поля диаметром в километр, они найдут друг друга, причем по самому короткому пути. Ученый предположил, возможно, они чувствуют запах друг друга. Уничтожив полмиллиона гусениц, естествоиспытатель установил, железы каждого шелкопряда выделяют летучие вещества, невероятно притягательные для противоположного пола. Эти вещества получили название феромонов. Вот над чем столетиями бились алхимики. Эндростенол и капулин – женские и мужской феромоны. Если я нанесу несколько капель женского феромона на одежду, каждый мужчина, который встретится мне, безумно полюбит меня. Тайна любви раскрыта. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Любовь – это болезнь. Внезапная коронарная смерть с фатальным исходом. А измена – генетическая предрасположенность. Вы понимаете, что если бы все были верны друг другу, мы бы давно вымерли. Обострения случаются раз в месяц. В период овуляции, несомненно, женщина, она готова к бою. Но иногда любовь нарушает все законы. Я был на грани того, чтобы в тюрьму меня посадили. И вызывает наркотическую зависимость. Он принимает определенную дозу наркотиков. Как действует эликсир любви? И существуют ли лекарства от измен? Когда это уже смертельно опасно для жизни. Вся правда о болезни с прекрасным названием – любовь. Тайны мира. Любовь. Современные врачи и биохимики уверенно заявляют – любовь – это болезнь. В 1990 году врачи одной из японских клиник обратили внимание на необычную закономерность. На протяжении нескольких лет к ним поступали пациенты, которым так и не смогли поставить конкретный диагноз. Больных госпитализировали с подозрением на инфаркт. Все симптомы совпадали. Но главный и неоспоримый признак инфаркта – поражение коронарных сосудов – отсутствовал. При этом уровень адреналина, гормона стресса, в 10 раз превышал норму. И был в 3 раза выше, чем при инфаркте. Это были люди совершенно разного возраста, профессий и социальных слоев. После долгих исследований врачи нашли, что между ними общего. Все пациенты на момент госпитализации были безумно влюблены. В молодом возрасте сердце не готово на самом деле к каким-либо чрезвычайным, таким вот неожиданным ситуациям. Почему? Потому что не было такого, да? Если мы возьмем пожилого мужчину, то у него уже, скорее всего, изменения в коронарных сосудах есть. И сердце потихоньку уже на самом деле привыкло к эпизодам ишемии. А при молодом сердце это может быть до такой степени неожиданно, что ритм сразу раз и сорвался. В 2008 году Всемирная организация здравоохранения официально признала любовь болезнью. F63.9. Международный шифр этого заболевания. Диагноз расстройство привычек и влечений. В этом разделе перечислены все проявления маниакально-депрессивного психоза. Алкоголизм, наркомания, сексуальное расстройство и любовная зависимость. Игорь Дудинский – отец известного режиссера Валерии Гайгерманики. Сегодня у него счастливый день. Он женится. В тринадцатый раз. Ваш семейный документ – свидетельство о заключении брака. Берегите друг друга и будьте счастливы. Так же счастлив Игорь был уже 12 раз. Я не ставил никогда цель жениться, понимаете? Это не было мое... Я же не сумасшедший, который коллекционирует жон. Нет. Игорь Дудинский – личность творческая. Поэт, писатель, журналист. Ему 64. И он уверен – этот брак будет самым счастливым. И, конечно, он никогда не расстанется со своей возлюбленной. Я думал, что у него больше жены. А потом, когда он мне сказал – 13. Вот меня это и удивило. Я сбился со счета. Я считал, что 18 или 20. Посмотрите, как Игорь светится, когда берет за руку свою избранницу Катю. Учащенное сердцебрегение, блеск в глазах – налицо симптомы, известной всем болезней. Чувство окрыленности, да, возможность то, что ты можешь свернуть горы, творчество в это время очень сильно может у человека продвинуться. Стихи писать хочется, летать на крыльях. Ну и не подсаживаются на это. И, проходя эту первую стадию, они могут просто переключаться от тут же другого партнера, вызывая себе вот это состояние влюбленности. Странное чувство. Мурашки бегут по коже, краснеешь, заикаешься, мысли путаются. Испытываешь дикий стресс. И в то же время огромное удовольствие от одного только присутствия этого человека. Любовь, любовь. Как запускается и работает этот механизм? Разберемся по порядку. Мужчина и женщина встречаются впервые. В какой момент и почему мозг подает сигнал, он или она мне нравится? Проведем эксперимент. Эти пять девушек и пятеро юношей незнакомы между собой. Мы попросили их тщательно рассмотреть друг друга в течение нескольких минут, решить, кто именно понравился больше, и записать имя этого человека на бумаге. Мужчина оценивает объект женского пола, ну или мужчина оценивает сексуальный объект, объект эмоциональный, считается около трех секунд. Женщина выбирает объект чуть дольше, где-то около десяти секунд. Необходимо женщине, чтобы оценить, чтобы, ну так, начать влюбляться. Трое из пяти девушек выбирают этого молодого человека Алексея. Почему? Рельеф над бровью развит больше, нижнечелюстные размеры крупнее, и шире вот нижняя челюсть по отношению к скуловому диаметру. С тем же коэффициентом трое из пяти молодые люди выбирают эту девушку Ирину. Мужчины в первую очередь ценят красоту. Ну, красота складывается, да, из красоты лица и привлекательности фигуры. Так называемая красота, объясняют антропологи, это симметрия. Подсознательно мы считаем, что именно партнер с симметричным лицом и телом даст нам наиболее здоровое потомство. В мире животных так и есть. Симметричные лошади бегают быстрее, а симметричные курицы несут больше яиц. Симметричные черты говорят о довольно гладком детстве, о таком спокойном протекании онтогенеза, индивидуального развития. Если же, допустим, во время беременности женщина испытывает какие-то там сложности, ну, в смысле биохимического характера, да, либо стрессы, вот эти все сбои сказываются на асимметричном формировании. Но красота, хоть и привлекает к себе внимание, отнюдь не является залогом страстной любви. Красавицы бывают одиноки и несчастны, а дурнушки счастливы и окружены вниманием. В чем секрет? Феромоны – летучие вещества без запаха, притягивающие внимание противоположного пола. Их впервые синтезировал швейцарский химик, Нобелевский лауреат Владимир Прелок в 1967 году. Ученый выделил андростенол – летучее вещество, не имеющее запаха, из семенных желез кабана. Именно это вещество вызывает у самки кабана эффект неподвижности. Уловив феромон, она выгибает спину, принимая позу, максимально удобную для спаривания. Исследования показали, что точно такой же феромон выделяет и организм человека. Есть такие андростенолы. Примерно один и тот же запах от разных мужчин. У одной женщины может вызывать восторг необыкновенный, а другой мужчина вызывает отторжение. Тот мужчина, чей организм выделяет больше андростенола, пользуется большей популярностью у женщин. Вот такой эксперимент провела в 70-е годы физиолог Марта МакКлинтон. Аэрозоль, содержащую мужской феромон, распылили на стульях в зале ожидания вокзала города Бирминген. Результат превзошел все ожидания. Женщины, вошедшие в здание вокзала, садились именно на те стулья, на которые был нанесен мужской феромон. Несмотря на то, что почти все остальные места были свободны. На мужчин, в свою очередь, действует женский феромон Капулин. В больших или меньших количествах он вырабатывается в организме каждой женщины всю жизнь. В лаборатории доктора биологии Граммера в Австрии троим испытуемым мужчинам надели кислородные маски и попросили оценивать красоту всех женщин, заходящих в комнату. В кислородную маску вместе с воздухом подавался женский феромон Капулин. Каждой женщине, зашедшей в комнату, мужчины выставили максимальный балл привлекательности. Неужели можно намазаться искусственно полученным человеческим феромоном и влюбить в себя кого угодно? Именно открытие учеными феромонов навели немецкого писателя Патрика Зюскинда на идею романа «Парфюмер», который он опубликовал в 1985 году. А в 1986-м биолог Уинни Фред Кутлер из Филадельфии действительно создала духи на основе мужского феромона андростенола. Но затея провалилась. Духи не привлекали внимания противоположного пола. Оказалось, что спирт, основа любых духов, убивает андростенол. А в чистом виде на воздухе феромон сам разрушается через 20 минут. Все попытки использовать феромоны как основу эликсира любви провалились. Зато ученым удалось доказать – партнеры выбирают друг друга именно по запаху. Это Алла и Юрий. Они познакомились три месяца назад и сейчас, в буквальном смысле слова, без ума друг от друга. Проверим, действительно ли они способны узнать друг друга по запаху. Проводим эксперимент. Выдаем Алле и Юрию по футболке. Точно такие же майки получают еще две девушки и два юноши. Для того, чтобы новая одежда пропиталась феромонами, участники эксперимента должны вспотеть. Мы просим их заняться физическим трудом. Затем собираем футболки и делаем незаметные метки на одежде влюбленных. На футболке Аллы ставим одну точку, а на майке Юрия – две. Все вещи перемешиваем и предлагаем Алле определить по запаху, какую из футболок надевал ее любимый человек. Сначала Алла теряется. Футболки совершенно одинаковые. И природный запах человека кажется весьма однообразным. Буквально через минуту Алла останавливает свой выбор на Юриной футболке. Нет, это нет. Удивительно, девушка безошибочно выбрала из шести маек именно ту, которую надевал ее любимый человек. Юрию это удается не сразу. Не твоя. Это точно нет. Вот это похоже. Вот она. Я нашел. Сто процентов она. Невероятно. Но влюбленные действительно способны узнавать друг друга по запаху. Как это происходит? Нос – главный орган любви. Вот в этой складке под носом расположена одна из желез, выделяющих феромоны. А вот здесь внутри находится так называемая ямка Якобсона. Она же – вомироназальный орган. Кто-то из нас находится ближе к обезьянам и собакам, и у них этот рудимент выражен хорошо. Большинство людей уже, видимо, далеко ушли от этой стадии. И этот рудиментарный орган, мы не можем его разглядеть без такой увеличивающей оптики. Крошечное пятнышко диаметром в один миллиметр, расположенное в носу, считывает всю информацию о другом человеке. И вот в какой-то момент, да, возникает вот чувство, что этот человек твой. Этот человек твой, и с ним тебе вот он будет интересно. С этим человеком можно общаться много лет. Самую точную информацию друг о друге партнеры получают в момент первого поцелуя. Они обмениваются феромонами друг друга. Но с каждого из них при помощи ямки Якобсона считывает через феромоны данные о генетическом коде партнера. Люди, чей набор генов максимально отличается от собственных, кажутся нам привлекательнее остальных. Потому что именно эта разница делает иммунную систему будущего потомства гораздо сильнее. Я расстрою все тайны. Я расстрою все тайны. Люблю, не люблю. В первые дни знакомства это решает нос. Именно в момент поцелуя. Они в ЗАГСе и не перед алтарем. Мы говорим партнеру окончательное да или окончательное нет. Если пара расценила генетические коды друг друга как подходящие, наступает следующий этап. Мозг дает разрешающий сигнал. Надпочечники выбрасывают в кровь фенилотиламин. Именно выброс этого вещества люди ощущают как некую искру. Как электрический ток, пробежавший по телу при виде другого человека. Как любовь с первого взгляда. Гиппатолазм дает команду, влюбленность, выработка фенилотиламина. И запускается вот этот весь биохимический ансамбль. Структура фенилотиламина сходна с сильнейшими галлюциногенами. Он провоцирует у человека эйфорию, учащенное сердцебиение, затуманенный взгляд. Фенилотиламиновая атака. Продолжается неделю, две где-то в таких периодах. Многие подсаживаются на это. Перестройка химических процессов мозга, как утверждают ученые, блокирует критическое мышление. Проще говоря, человек глупеет. В мозге нарушается обмен веществ, блокируется передача нервных импульсов. Если любовная болезнь удачно прогрессирует, то уже на второй стадии ее течения, а это примерно через две недели после знакомства, гормоны радости парализуют наш мозг. Это связано с комплексным воздействием веществ, которые в это время вырабатываются, в том числе эндорфинов. Гормоны удовольствия, серотонин и эндорфин действуют на организм человека в точности, как наркотики. Вырабатывается рефлекс. При виде предмета своей любви человек испытывает острое удовольствие. Но если человек, охваченный таким букетом ощущений, не получает взаимности, в его организме происходит катастрофа. Вот этот дальнейший переход по стадиям, он требует обязательно взаимодействия двух партнеров. Вот если этого взаимодействия нету, может возник чувство грешности, ах ты такой, не доставайся же ты никому. У человека, которому отказали в любви, настоящая ломка. Химические процессы, которые происходят в его голове, настолько противоестественны и нелогичны, что успокоиться и адекватно оценить ситуацию подчас становится невозможно. Левый желудочек сердца принимает такую форму, то есть как будто он стянут. Болезнь разбитого сердца – признанный медицинский факт, породивший новый термин – синдром такацубо. Так в Японии называют глиняный горшок для ловли осьминогов. Форму этого горшка принимает сердце отвергнутого влюбленного. Потеря вот этих значимых отношений является, скажем, запредельной, да, как вот потеря крови. В небольших дозах это полезно для здоровья, но есть предел, когда это уже смертельно опасно для жизни. Психические расстройства, связанные с безответной любовью, в медицине называют синдромом Адели. Своим названием синдром обязан дочери Виктору Гюго. С юности и до самой смерти красавица Адель, дочь знаменитого писателя, страдала от неразделенного чувства любви к английскому офицеру Альберту Пинсону. Адель была беззаветно влюблена и абсолютно уверена, что именно Альберт – мужчина всей ее жизни. Однако офицер не отвечал ей взаимностью. Не помогла ни редкостная красота девушки, ни слава ее отца. Когда Пинсона перевели служить в Канаду, Адель втайне от родителей последовала за ним. А чтобы оплатить поездку, она выкрала драгоценности матери. В течение трех лет Адель лгала окружающим, что между ними состоялась помолвка. Только семья жениха против их отношений. Спустя время Пинсона перевели в Вест-Индию на остров Барбадос. Адель поехала за ним, снимала комнату в соседнем доме. Альберт не желал ее видеть и открыто называл сумасшедшей. Психическое состояние дочери Гюго действительно ухудшалось на глазах. Она настаивала, чтобы ее называли мадам Пинсон. Часами бродила вокруг дома возлюбленного, непричесанная, неопрятная, в растрепанной одежде и постоянно что-то записывала. Мальчишки бросали в нее камнями, поэтому она предпочитала выходить в темное время суток. Она все в себе, она не слышит, не видит все, что там вокруг происходит, что ей говорят, никакая информация до нее не доходит. Вся ее жизнь происходит внутри нее. Через пять лет Гюго насильно вернул дочь во Францию. Рассудок Адели окончательно помутился. И остаток своей жизни она провела в психиатрической больнице. Мозг Адели и Гюго не выдержал буйства гормонов в ее крови. С точки зрения биохимиков, она действительно ничего не могла с собой поделать. Некоторые психиатры считают, что это состояние вообще аналогично душевной болезни, психическому заболеванию. Потому что человек действительно не видит ничего, он видит только, ему что ни говори, все бесполезно. Он теряет полностью самооценку, он не видит очевидного. У Игоря Дудинского все хорошо. Он влюблен, ему отвечает взаимностью его избранница. Сегодня их свадьба. Впереди медовый месяц. Игорь находится как раз в том состоянии, про которое говорят пьян от любви. Мы так долго таились вообще. А вы откуда-то появились? Нет, разучились на публике. Через два-три месяца после свадьбы серотонин и эндорфины в его крови должно сменить другое вещество – адреналин. Это генетически заложенная необходимость. Через несколько месяцев после начала любовного романа женщина обычно уже беременна и нуждается в защите. Это период безумств во имя любви. Любовь – это тоже своего рода стресс. Поэтому естественно, что во время фазы влюбленности адреналина вырабатывается достаточно много. Сердце учащенно бьется, зрачки расширяются, щеки горят, ладони потеют. Изменяются сопротивление и температура кожи, частота сердечных сокращений, кровяное давление. Расширяются и сужаются сосуды. Человек испытывает в этот момент необыкновенно сильные переживания. Именно в этот период поэты, художники и скульпторы создают шедевры. Любленность – это потрясающий, замечательный стресс. Ты можешь реализовать свой драйв прямо здесь и сейчас. Потому что когда человек любит, вся жизнь его окрашена этим прекрасным чувством. Природа все равно возьмет свое. И человек снова и снова будет совершать подвиги во имя любви. Я расстрою все тайны. Летом 2010 года мир потрясла история Дениса Щербины, жителя города Кривой Рог. На самодельном катамаране он пересек пять морей для того, чтобы увидеть любимую девушку. Я был на грани того, чтобы в тюрьму меня посадили. Денис и Татьяна познакомились во время отдыха на Черном море. Через месяц влюбленные расстались. Девушка улетела в Египет. У Татьяны необычная профессия – ветеринар, специализирующийся на болезнях дельфинов. Ей приходится часто и надолго уезжать в командировки. Денис не представлял и дня своей жизни без Татьяны. Так как у обычного инженера денег на самолет не оказалось, Денис решил до любимой доплыть. Исчез, пропал, нервы там, что там? Юра уже в посольство звонить какое-нибудь, давай как-то спасать его, искать. Спустя сутки друзьям удалось дозвониться на мобильный Дениса. Ну, я в районе Левадии. Нету на морских картах Левадии. Ты по какой карте идешь? По автомобильной? Да. Ну, нельзя ходить по морю с автомобильной картой, понимаете? Из провизии влюбленный Денис взял только бананы. Кормили его встречные мореплаватели. Люди видели, что я иду на небольшом судне, иду куда-то далеко. И они понимали, что парню нелегко, ему нужно обязательно помочь. И они всячески старались мне помогать во всем. Даже я их никогда ни о чем не просил, но они сами. Вот я там уйду с лодки, прихожу, там много еды на лодке. Через три дня Денис позвонил друзьям и сообщил, что пришвартовался у турецкого берега. На следующий день он пересек Босфор и вышел в Мраморное море. В Израиле его обстреляли, приняв за шпиона. А в Турции вместо визы выдали газету со статьей о нем. Подошли морские полицейские и сказали, что раз я иду транзитом, не нужно никаких транзитных виз. И на следующий день мне выдали эту газету, и это уже был как пропуск. Денису оставалось миновать Суэцкий канал и оказаться в последнем море путешествия красном. Но влюбленным так и не удалось встретиться. Когда их отделяло друг от друга всего 40 километров, пограничники Египта не поверили влюбленному путешественнику, конфисковали судно и выслали из страны. Чуть-чуть не дошел. Сколько километров не дошел? Там километров 40, да, ты что? Таню забрать свою. Да, видать, не судьба. Карма, наверное, плохая. Видать, что-то в жизни не так сделал. Что его гнало по пяти морям? Безумная любовь или безумное количество адреналина в крови? Судите сами. Интересно, что спустя несколько месяцев Татьяна вернулась из Египта. И сегодня их с Денисом разделяет всего полтора часа езды на рейсовом автобусе. Но ни он, ни она так ни разу и не собрались навестить друг друга. Мы общаемся по телефону, она сейчас в Крыму. Но у меня пока много работы здесь. Пока не знаю, получится ли встретиться или нет. Адреналиновый период в любви длится примерно 2-3 года. Именно столько времени в среднем требуется женщине, чтобы родить ребенка и восстановиться после родов. А затем следует последний этап любви. Окситоцин и дофамин – гормоны, которые вырабатываются у мужчин и женщин во время физической близости. Так природа привязывает нас друг к другу. На этом этапе эйфория окончательно сменяется ощущением спокойствия и комфорта в обществе любимого человека. Люди сближаются духовно, привязываются друг к другу. Увеличение концентрации дофамина сближает пару. В этом состоянии уже решается вопрос, насколько они близки, насколько они уже могут ужиться друг с другом. Поцелуи, объятия и другие проявления интимной близости стимулируют выработку окситоцина у партнеров. Концентрация его у женщин, как правило, в несколько раз выше, чем у мужчин. Поэтому женщины чаще и глубже попадают в так называемую любовную зависимость. С точки зрения биохимии, это последний этап любви. Теоретически он может длиться всю жизнь. На практике бывает иначе. Максимум через 4 года после начала любовного романа происходит остановка всех химических процессов. Цель достигнута. Ребенок родился. А дальше, ребята, решайте сами. Если вы вместе отношения поддерживаете, очень хорошо. А если нет, ну, значит, разбежитесь и будете искать новых ощущений. Эйфория проходит и уступает место обыденности. Организм человека начинает испытывать ломку. Мозг требует новую порцию любовных переживаний и связанных с ними гормонов удовольствия. Есть много общего между тем состоянием, которое испытывает человек при виде объекта своей влюбленности, и тем состоянием, которое возникает у наркомана, когда он принимает определенную дозу наркотиков. Может, поэтому 64-летний поэт и писатель Игорь Дудинский женится 13-й раз? И в 13-й раз с уверенностью, что теперь-то уж навсегда. Любимый не расставайтесь, сказал поэт. Да, очень хорошее стихотворение. Всем сердцем растайте в них, да? Вот. И больше ничего не надо. Для избранницы Дудинского, 30-летней врача-эндокринолога Екатерины, это первый брак. А мы нас вот будем закрывать. А вот так, если? А вот Дудинский первый раз оказался в ЗАГСе в 17 лет. Она была очень симпатичной, но ее нельзя назвать красивой. Это была художница, я встретил ее на Соловках. Через два года брак распался. У меня сразу возникло несколько кандидатов на следующий брак, еще до развода. Выиграла конкурс Светлана, но уже через два месяца Игорь встретил новую любовь, Марию. Я встретил такую девочку из приличной семьи, из филфака. Вот, девочку больше моего круга. Через год их разделило слишком большое расстояние между Софией, где работала Маша, и Магаданом, где за диссидентские настроения отбывал Игорь. Следующей была Люша. В Москве была известная натурщица такая, Люша Жеглова. Натурщица. Она позировала художником, скульптором. С нее лепили памятник Рубской. Супруги предоставили друг другу полную свободу в отношениях, и скоро им пришлось развестись. Люша поехала в Германию, а наш герой пошел в ЗАГС с Рудиной Арутюнян. И потом мы с Рудиной жили-жили, фарцевали, торговали картинами. Супругов уличили в незаконной торговле иконами. И чтобы избежать наказания, Рудина развелась с Дудинским и эмигрировала в Израиль. А к этому времени у меня была уже такая девочка, одна там, более черного. Целых два года супруги счастливо прожили в Переделкино, пока Игорь не влюбился в Наталью Лазареву, которой суждено было стать его следующей женой и мамой скандальной девочки кинорежиссера Валерии Гайгермани. Я, честно говоря, очень не хотел, чтобы она все-таки Леру рожала. Восьмой брак с актрисой Ниной Митроновой оказался самым продолжительным – 10 лет. Семейное счастье разрушила поездка на теплоходе с Олей Орловой. Десятый брак Игоря закончился через два года самоубийством жены. Игорь очень сильно переживал, и тогда друзья посоветовали ему опять жениться. Невесту подобрали сами – Елену Герасимову, уроженку Якутии. Немножко, конечно, вот мне с Якутией было скучновато. Дудинский нашел утешение у художницы Натальи Лариной. Это Илюша родился, все хорошо, там хороший мальчик. И вот теперь Катя – его последняя и главная любовь. Это вот пик, это все, что было, это была некоторая такая школа. Школа, вуз, да, там аспирантура, кандидатская, докторская, а это уже академия. Все предыдущие браки я рассматриваю как вот прелюдию к браку с Катей. Но безоговорочно поверить в это не готов даже близкий друг Игоря Дудинского. Как вы думаете, это последний брак? Это я не могу предсказать. Я расстроила все тайны. Химический состав любви уже не тайна. Теперь ученые утверждают, что им известен и химический состав верности. Российские биологи утверждают, что они близки к открытию формулы верности. И в ближайшем будущем появится лекарство от измен. Могут быть сформированы очень устойчивые пары, которые будут долгое время поддерживаться. Лекарство, способное сохранить семьи, будет выглядеть как обычный назальный спрей. Действующее вещество – гормон верности окситоцин. Нейробиологи из Лос-Анджелесского института решили проверить, как действует этот гормон на людей, не связанных любовными узами. Результаты экспериментов повергли Америку в шок. Оказывается, если ввести гормон искусственно через нос, можно добиться того, что человек добровольно откроет перед вами свой кошелек или начнет проигрывать в карты. Оказалось, что многие нарушения этих генов, то есть не нарушения, а просто отклонения от нормы, часто сочетаются с таким вот... Ну, это не очень тяжелое психическое расстройство. Даже если создать условия, в которых чудо-спрей будет действовать направленно, цена моногамности партнера может оказаться слишком высокой. Искусственное увеличение количества окситоцина в организме нарушает работу почек. А если почки потенциального изменника и без того работали плохо, лекарство от неверности может стать смертельным ядом. Мы получим гипертонию, потому что, когда задерживается вода, в организме растет артериальное давление. Мнение генетиков разделяют психологи. С биологической точки зрения верность – угроза для существования человечества. Вы понимаете, что если бы все были верны друг другу, мы бы давно вымерли. Свою категоричную позицию психолог Юлия Дердо легко подтверждает действительно пугающей статистикой рождаемости в России. 30% детей рождаются вне брака. И примерно 20% семей бесплодны. А это значит, что каждый третий хотя бы однажды изменял своему партнеру или становился причиной чьей-то измены. Почему? Архивные съемки 1953 года. В лаборатории американского физиолога Джеймса Олтса был проведен эксперимент. В мозг нескольких крыс был вживлен электрод, который стимулировал зону удовольствия мозга всякий раз, когда животные нажимали на определенную педаль. Появлялась самостимуляция. Они нажимали на педаль до бесконечности, буквально до смерти, потому что они испытывали удовольствие. Джеймс Олтс усложнил задачу. Теперь, чтобы добраться до заветной педали, крысам нужно было пройти по решетке, на которую непрерывно подается электрический ток. Прикосновение к решетке вызывало сильную боль. Однако в стремлении к получению удовольствия крыс это не останавливало. Десять секунд невыносимой боли с точки зрения грызуна стоили полученного наслаждения. Впоследствии они отказались от еды, почти перестали спать, стали одержимы стремлением добраться до педали любой ценой. Как будто все остальное для них просто перестало существовать. То же самое, например, происходит при игромании. Подобное явление в медицинской практике называют нехимической зависимостью. У многих людей, как у подопытных крыс из эксперимента Олтса, формируется сильнейшая зависимость от гормонов удовольствия, которые обильно выбрасываются в кровь первые годы любовного романа. Но такое биохимическое буйство не вечно. По статистике, примерно 70% браков распадаются на четвертый год совместной жизни. Я расстроила все тайны. Только через 3-4 года после знакомства мы впервые видим друг друга такими, какие мы есть. Мы начинаем замечать мелкие и крупные недостатки, критически оценивать внешность и манеры друг друга. Для большинства пар такое открытие становится неприятным сюрпризом, и люди расстаются. Говорят, что любовь прошла. Но была ли это любовь? Одно дело влюбленность, а другое дело любовь. То есть, да, влюблен человек может быть 4 года, а потом начинается уже переосмысление. Французский император Наполеон Бонапарт на пятом году своего правления издал указ регистрировать официальные отношения только спустя 4 года совместной жизни. По мнению императора, до этого момента люди не могут принимать сознательных, судьбоносных решений. Спустя 3-4 года после начала любовного романа гормональный фон человека успокаивается, и все системы организма приходят в норму. Партнеры впервые смотрят друг на друга трезво, без прикрас. И если остаются вместе, это их осознанный выбор, а не буйство гормонов. Наверное, это и есть та самая настоящая любовь. Любовь и счастье – это когда человек тебя хочет видеть, хочет слышать, хочет знать твои проблемы и жить твоими проблемами. Наверное, вот это счастье и любовь. Любовь Ирины и Роберта окружающие по сей день считают чистейшим безумием. Она – успешная молодая красавица. Он – инвалид-колясочник, к тому же почти вдвое старше нее. Когда мы познакомились, мне было 18 лет, я еще училась в институте. До 38 лет Роберт был счастливо женат и вел размеренную жизнь. Но все перечеркнула автомобильная катастрофа. Он остался жив, но сломанный позвоночник не давал шансов на то, что когда-нибудь он снова сможет ходить. Полтора года молодой и недавно полный сил мужчина провел в больницах. Жена Оксана не выдержала такого испытания и подала на развод. Говоря, когда нужно было мне из больницы забирать, она уже мама забрала. Выйдя из больницы прикованным к инвалидному креслу, Роберт окончательно потерял веру в будущее. Почти все свое время он проводил дома. Как бы друзья не старались его поддержать, он только еще больше от них отворачивался. Я не мог даже перевернуться на баку, ничего не мог. Ну, больно, конечно. В конце концов он стал настоящим затворником. Наотрез отказался от прогулок в инвалидной коляске. И как раз тогда его старая знакомая Ирина, узнав о беде, случившейся с Робертом, написала ему письмо. Написала первое письмо, он мне отметил. Потом написала еще одну. Ну и все. А потом сама не заметила, как не могу уже жить без этих писем. Их разделяли километры. Но для Роберта эта переписка стала настоящей отдушиной. Они знали друг друга давно, но никогда не были так близки и откровенны. Ну, он и раньше был, и сейчас остается очень интересным человеком. Он много знает, много умеет рассказать. Рассказать так, что интересно становится. В конце концов влюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. И втайне от друзей и родных приняли решение пожениться. Ирина отдавала себе отчет в том, что интимных отношений с супругом у нее никогда не будет. Врачи утверждали, что с этим последствием травмы остается только смириться. Белого платья не было? Нет. Мы были вдвоем, у подружка. Три человека. Расписались. А потом уже сообщили всем. Родители Ирины были в ужасе. Разве о таком будущем для своей дочери они мечтали? Но постепенно им пришлось изменить свое мнение. Конечно, не все было гладко. И я думаю, что не каждая мать желает своей дочери такое. Но в конечном итоге, я думаю, что мама поняла. Поняла, что я счастлива с этим человеком. Когда Ира впервые завела разговоры ребенке, Роберт был настроен категорично. Это невозможно. Во-первых, он не способен стать отцом по состоянию здоровья. Во-вторых, их семья едва сводит концы с концами. Но настойчивость Ирины и великая сила любви сотворили настоящее чудо, ставшее сенсацией в мире медицины. Без малыша что за семья? Никто нам не хотел помогать, скажи. Никто нам не мог помочь, пока не обратились. Разрешение медицины? Да. А они нам пошли на встречу. И в результате выучилась Маргаритка. Сейчас Ирина и Роберт почти ничем не отличаются от множества других счастливых семей. Все их мысли и заботы посвящены маленькой Маргарите. Супруги уверены, это их любовь помогла справиться со всеми трудностями. И самое счастливое время у них еще впереди. Я могу сказать точно, что в той вроде, когда был сильный, свободный, делал, что хотел, куда хотел ехал, счастья не было. Раньше с таким счастливым не был, как сейчас. Отношения Роберта и Ирины не похожи на болезнь. Их история опровергает все законы биохимии. Эта история не попадает ни под какие научные теории. Болезнь нет. Напротив, оба стали чувствовать себя более полноценными и энергичными. Феромоны вряд ли. Чувства Ирины и Роберта вспыхнули, когда они находились за много километров друг от друга. Но все это не помешало им влюбиться, встретиться и быть вместе уже 10 лет. Это достойно восхищения, уважения. Язык не поворачивается. Назвать это болезнью психической. Их любовь опровергает законы биологии. Ну, чувства надо подогревать. Помогает друг другу, уважает друг друга, любя друг друга. И все это как раз и соединяется в жизнь, в любовь. Открытие ученых. Феромоны, эндорфины, серотонин. Любовь – это, наверное, единственная тайна, которую не хочется раскрывать. Это была программа «Тайны мира» и ее ведущая Анна Чапман. Увидимся через неделю.